Финансовый мониторинг, да, у нас система финансовый мониторинг, причем с акцентом на банковский фирмон. Мы сегодня идем. Вообще, среди всех субъектов первичного финансового мониторинга банки, они стоят особняком, потому что вот как бы финансовая система, вот эти все финансовые операции, которые мы проводим, бизнес и частные лица, мы о них тоже будем говорить, и бизнес вообще. Финансовые потоки бизнеса банки, они как, знаете, как паутинкой так охватывают все вот эту и украинскую финансовую систему, и международную, следовательно, банки это номер один среди субъектов первичного финансового мониторинга. И по охвату, и по возможностям, и по строгости на сегодняшний день, и по уровню, скажем так, ну, наработки, вот методологии первичного финансового мониторинга, да. Я собрал 13, или сколько у меня там, 15, ну, 13-15 вопросов о финмоне, которые нам приходят. Вот канал YouTube у нас есть, мы там ролики выкладывали по финмону, и там люди задают вопросы. На семинаре люди задают вопросы, на форумах люди задают вопросы. То есть, 13 простых вопросов о банковском финансовом мониторинге, о финмониторинге, но, еще раз говорю, с акцентом на банковский. Я постараюсь, как бы, ответить просто на эти вопросы, чтобы мы поняли, что это вообще такое. То, о чем я сейчас говорю, и те рекомендации, которые я даю, они, конечно же, касаются обычных юрлиц, фопов, граждан, которые занимаются обычной, проводят обычные финансовые операции, законные финансовые операции, и те юрлица, фопы, которые занимаются законной предпринимательской деятельностью. Потому что, если какое-то конкретное юрлицо или фоп занимается вещами, связанными там, с финансированием каких-то преступных там, группировок, или отмыванием преступных денег, эти рекомендации не работают. На таких финмон настроен, направлен, и таких финмон должен блокировать и замораживать. Если чуть сложнее, финмон, это деятельность банков, других субъектов финмона, по контролю финансовых операций, которые могут быть, вот этот вот очень важный момент, контроль финансовых операций, которые могут быть связаны с тремя вещами. Отмыванием денег, полученных преступным путем, кстати, это отдельная статья в Уголовном кодексе. Обнал через фопы, это не отмывание денег, полученных преступным путем. Вообще, обнал не всегда является правонарушением. Это прием безнала и снятие нала. Финансовый мониторинг, еще раз, это деятельность банков и других субъектов финмона, по контролю финансовых операций, которые могут быть связаны, первое, с легализацией, отмыванием средств, полученных преступным путем. Это какая у нас статья Уголовного кодекса, 209-я. Второе, финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, состав преступления в Уголовном кодексе. И третье, финансовые операции, которые могут быть связаны с финансированием распространения оружия массового поражения. Все, только три уголовно наказуемых деяния, деятельности, преступной деятельности, это то, на что направлен финмониторинг. Все, только три. Сокращенно в нормативке названка это называется ВКФТ, то есть видмывание кошки, финансование терроризма. Не путайте термин, вот мы сокращенно говорим финмониторинг, это финансовый мониторинг, некоторые финмон говорят. Не путаем финмониторинг и госфинмониторинг, потому что госфинмониторинг это государственный орган, он ключевой в этой системе, тоже сокращенно в нормативке, он называется СУО, специально уполноваженный орган, так мы его будем называть. Так что госфинмониторинг это госорган, а финмониторинг это процедура, это финансовый мониторинг. Ну, чтобы не путали мы с вами. Разобрались, да, что такое финмониторинг. Кстати, закон у нас не называется закона финмониторинга, он называется закон Украины про запобегание та протидию легализации, отмывания, кошки, отриманных злочинными шляхами, финансирования терроризма, финансирования, расповсюджения, зброи, массового значения. Так, поэтому второй вопрос, который звучит на семинарах, а при чем здесь мы с вами вообще, вот почему мы здесь сидим в этой аудитории и изучаем, или там даем рекомендации бизнесу, как не страдать от финмона. Как вы считаете, почему мы с этими вещами сталкиваемся? Нас подозревают в том, что мы от наркотрафика деньги отмываем через наши компании, что ли. Ну, смотрите, в чем проблема, почему мы с этим сталкиваемся. Есть два таких момента в финмониторинге, в процедурах финмониторинга, из-за чего каждый фокус практически, не практически, а 100% субъектов хозяйственного, 100% физических лиц, клиентов, банков, они сталкиваются с процедурами финмона. Первое, почему так? Потому что финмон устроен так, вот закон называется, про запобегание та протедию легализации, выдмывания, финансования. В законе о финмоне сказано, такой есть принцип финмониторинга, они такое прописали, что меры по предотвращению вот этого ВКФТ, они в приоритете по предотвращению, по сравнению с мерами по противодействию. То есть финансовый мониторинг и госфинмониторинг вместе с правоохранительными органами, они не бороться хотят с финансированием терроризма и легализацией преступных средств. Они не только, естественно, что СБУ, полиция и так далее, они занимаются преступниками и досудебным расследованием и так далее и тому подобное. Но госфинмониторинг и система финансового мониторинга, она настроена так, чтобы эти вещи заранее, очень заранее, очень заблаговременно предотвратить вообще возможности этих вещей. Поэтому, когда в их сфере, например, когда идут расчеты между юрлицами или там физлицами в Украине, за рубежом, когда есть хоть один индикатор в клиенте, например, который приходит на обслуживание в банк, открывает счет, или когда вы проводите какую-то транзакцию, как только есть мельчайший звоночек того, что это может быть как-то связано, почему я говорю как-то связано, как-то очень косвенно связано, гипотетически связано с этими вещами, это сразу как минимум контролируется и подозревается, как максимум тормозится. Поэтому мы с вами попадаем в сферу процедур Финмона по той простой причине, что эти меры по заблаговременному предотвращению возможных финансовых операций ВКФТ, эти меры, они работают по принципу, что если задраить все, скажем так, проходы, то точно мышь не пробежит. Поэтому, ну, я как представитель бизнеса, я считаю, конечно, что меры финмониторинга, финмониторинг, он чрезмерный. Слишком много подозрений, то есть они решают свои задачи, они решают задачи, как искоренить полностью вот эти вот вещи. Но у них настолько, как бы, эти вещи настолько заблаговременные, процедуры настолько тотальные, что, естественно, попадают не только многие, а все субъекты на сегодняшний день под эти процедуры попадают. Причем, даже те люди, которые никогда никакими вещами не занимались, никогда никаких проблем с правоохранительными органами не имели, но вот так вот настроена процедура. Автоматизированное выявление любых звоночков, любой похожести какой-то операции на что-то то, что, там, по типологиям того же Госфинмониторинга или Национального банка Украины, может быть связано с финансированием терроризма. Ну, самый такой распространенный пример – снятие крупной суммы наличных денег. Снятие крупной суммы наличных денег – это операция всегда в любом банке будет подозрительной. И, как минимум, при снятии крупной суммы наличных денег банк будет проводить проверку внутреннюю этой операции, может быть даже путем направления вам запроса, предоставления информации, документов, объяснения, что это за операция, а может даже откажется ее проводить или установит вам какие-то лимиты. Снятая крупная сумма наличных денег гипотетически наличные эти могут пойти на какие-то вот эти террористические цели, поэтому эти операции все тотально нужно промониторить, чтобы не пропустить вот эту мышь. Вот так вот работает как бы финмониторинг. И вторая причина, почему финмониторинга так много в нашей жизни. Это уже мое как бы мнение. Ну, я так считаю, я так это вижу, может я, конечно, тоже слишком подозрительный, но я считаю, что вот сам финмониторинг банковский, он настолько как бы оказался удачным инструментом, он так хорошо срабатывает, безошибочно срабатывает, что де-факто, я считаю, финмониторинг в Украине решает не только задачи противодействия ВКФТ, но также и другие задачи. Например, такие, как повышение налоговой культуры, борьба со схемами минимизации налогов, потому что схемы минимизации налогов, как правило, хоть и банк не налоговый орган, но схемы минимизации налогов, я думаю, практически всегда будут в критериях, индикаторах рисковых операций с точки зрения ВКФТ, тоже снятие наличных денег. Или сложная финансовая операция, нестандартная финансовая операция, финансовая операция с ценными бумагами, другими финансовыми активами, если вы, допустим, торгуете автозапчастями. Для финмона это всегда будет красная тряпка. А значит, финансовый мониторинг косвенно позволяет решать те задачи, которые они полностью решили или решают наши налоговые органы. Или та же финансовая инклюзия. Зачем вам столько наличных денег? Деньги на счетах, рассчитывайте себя и работайте. Такие отличные карточные продукты у нас. Такие отличные сервисы. Финансовая инклюзия это процедуры, скажем так, с негативной позиции. Это процедуры втягивания клиентуры, втягивания людей и компаний, подсаживания их на банковские продукты. Не выходите из офиса, есть там у вас Прива24, есть у других банков приложения, вообще забудьте о том, как выглядят деньги. Все у нас на счетах и так далее. Финансовая инклюзия это втягивание субъектов банковской системы. Это удобно, но чем больше втянули, тем больше мы потом объясняем, а зачем нам наши деньги. То есть, чем больше финансовой инклюзии, тем больше потом финмониторинга. Чем больше финмониторинга, тем больше финансовой инклюзии. И так далее.